Китайские археологи недавно обнаружили на востоке страны уникальный город с тысячелетней историей. Величественные дворцы и храмы просто поразили ученых, но полюбоваться на них непросто. Для этого надо сначала погрузиться на глубину, ведь уникальный город находится под водой. Как случилось, что он оказался на дне и могли ли его построить разумные подводные существа? Об этом прямо сейчас в проекте «Живая тема». Это озеро Фушианху. Одно из самых больших в КНР. Его сравнивают с российским Байкалом. Протяженность водоема 35 километров, ширина 7. Глубина в некоторых местах достигает 180 метров. Это озеро почитается в Китае. Ведь, согласно местным легендам, в древности на его дне находился золотой город, в котором жили люди, выходившие иногда на сушу. Долгие годы это народное предание считалось лишь выдумкой. Но недавно выяснилось, что легенды об озере Фушианху, возможно, в чем-то правдивы. В 2006 году китайские военные решили протестировать здесь новое подводное оборудование – эхо- и гидролокаторы. С их помощью начали исследовать дно озера. Неожиданно данные приборов показали – на глубине 80 метров находится скопление подводных строений по форме, напоминающих гигантские пирамиды. После более тщательного исследования выяснилось и вовсе невероятное – под водой находится целый город. Похожее на здание очертания, фундаменты во всех случаях точно. И одно из зданий было прямоугольное, явно такими, я бы сказал, ну если сверху смотреть на пирамиду, то снятая сонаром, она вот так и выглядела. Единственное, что пирамида обычная, она тетраэдр, а здесь это была половинка тетраэдра, такая стенка, которая шла ровно ступеньками. Кроме пирамиды там еще есть так называемый, как это называется, колизей, то есть некая круглая, круглый амфитеатр с предположительно, вот, либо для театральных каких-то зрячих. То есть это на тот момент достаточно развитый, серьезный такой город, защищенный, выполненный хорошим архитектором, хорошим архитектором, хорошим строительным, потому что ворочать такие блоки, мы знаем всего, ну, не так много места. Специалисты установили, древние постройки довольно большие и состоят из огромных каменных блоков от 3 до 5 метров. По словам ученых, загадочные строения находятся на глубине примерно 90 метров. Человеку даже с аквалангом погрузиться на такую глубину весьма проблематично. Археологи преодолели отметку лишь в 70 метров и смогли разглядеть только верхушки зданий древнего города и сделать их снимки. Погрузиться к основанию зданий подводные археологи не смогли. Зато им удалось извлечь на поверхность несколько предметов, доказывающих, что когда-то под водой действительно был город, в котором жили люди. По предположению китайских ученых, подводный город был построен примерно 12 тысяч лет назад. Некоторые исследователи полагают, что город всегда находился на дне озера, и жили там подводные люди. Ведь именно о них рассказывают древние легенды. Однако большинство ученых думают иначе. Они считают, раньше город находился на суше и погрузился в воду в результате землетрясений. Было два землетрясения. Одно землетрясение они датируют, значит, полторы-две тысячи лет назад. А второе гораздо глубже. Точную датировку дать не могут. Оно варьируется от 6 до 7 и так далее. Мы предполагаем, что это великий потоп, потому что в других таких катастрофичных каких-то событий, которые могло смыть все моментом, а там блоки, они разбросаны. То есть они либо разбросаны землетрясением, либо сильным селевым потоком. Если предположения подтвердятся, и на дне озера Фушиан-Ху на самом деле найдутся древнейшие неисследованные пирамиды, это станет сенсацией. Ведь это будет означать, что 12 тысяч лет назад на Земле существовала сверхцивилизация, способная строить пирамиды. Китайские археологи, когда говорили за кадром, так скажем, без официальности, они говорили, что ничего похожего в китайской культуре, вот их 5000-летней культуры, они не знают. Они не считают, что эта культура принадлежит Китаю, китайской цивилизации, которую мы знаем 5000 лет назад. Но настоящую сенсацию вызвала другая китайская находка – космические диски из яшмы. Их нашел в Тибете профессор из Оксфорда Кэрил Робин Эванс еще в 1947 году. Тогда ученый путешествовал по Китаю и наткнулся на таинственный народ Дропа. В его погребальных захоронениях он обнаружил круглые тонкие диски из яшмы, в центре которых были отверстия, а по краям странные желобки. Именно эти желобки и натолкнули исследователей на мысль, что диски – это нечто вроде древних пластинок, на которых может быть записана музыка или какая-нибудь информация. История Тибета, конечно, во многом сильно мистифицирована и мифологизирована. Тибету приписывается некая сверхъестественная древняя энергетика, не потому что Тибет, скажем, более древний, чем Китай или чем Индия, а потому что Тибет был менее изучен. И там можно было приписывать самые разные слухи именно Тибету. Поэтому, когда в Тибете находили диски с письменами, сразу считали, что это подтверждение древности тибетской цивилизации. Некоторые исследователи утверждают, что китайские диски из яшмы имели совершенно необъяснимые качества. С помощью специальных приборов удалось установить, что они производили странные вибрации. Но самым загадочным было даже не это, а таинственные символы на дисках. Китайские ученые несколько десятков лет пытались их расшифровать, и в начале 70-х им это удалось. Результаты потрясли мир. По мнению археологов Пекинской Академии Наук, на дисках были зашифрованы послания, описывающие различные космические объекты. Поверить в это, конечно, непросто, ведь находки датируются X веком до нашей эры. Если это действительно правда, то такая находка могла перевернуть наши представления о древних цивилизациях, которые жили в этих местах тысячи лет назад. Только подумайте, какими знаниями должны были облагать те люди. К сожалению, подлинность дисков и надписей на них сейчас проверить невозможно, потому что загадочные диски из Яшмы были похищены. Сегодня о местонахождении этих артефактов можно только догадываться. Надо учитывать, что часть ценностей была вывезена после 1949 года на Тайвань. То есть на Тайвань были переобещены, пожалуй, одни из самых известных экспонатов, связанных с живописью, с археологией, с бронзой. И практически во время культурной революции самый интересный бронзовый комплекс в Китае, самый загадочный, есть загадочные изображения, в том числе изображения странных существ, людей странного антропологического типа. Вот эти ценности не пострадали. Но сегодня они не до конца выставлены в музеях. Многие историки считают, что самым главным достоянием Древнего Китая являются не диски из Яшмы, а Великая Китайская Стена. Вот она. Это одно из самых грандиозных сооружений на Земле, когда-либо созданных человеком. Ее общая протяженность почти 9 тысяч километров. Она такая большая, что видна даже из космоса. Сотни башен возвышаются над горами, храня военные секреты былых сражений. В каждой из них были смотровые площадки. В некоторых располагались целые гарнизоны, продовольствие и оружие. Пушки стояли по всему периметру. Великая Китайская Стена столетиями защищала Поднебесную от кочевых соседей и позволяла отражать многочисленные атаки монголов. Официально считается, что именно китайцы в 9 веке изобрели порох, который открыл новые возможности для создания оружия. Уже тогда местные мастера умели изготавливать огнеметы, мины, гранаты, ракеты и бомбы. Такое техническое преимущество делало китайскую армию самой могущественной в мире. Но превосходство на поле боя удавалось достичь и другими изобретениями. Были сделаны уникальные сооружения, например, особого рода китайский пулемет, когда на колесницу устанавливалось специальное сооружение, которое было связано специальной веревкой с колесами. Соответственно, колесо крутилось, и это сооружение, как пулемет, все время выпускало стрелы в разные стороны, не очень прицельно, зато очень эффективно. И вот в этом плане был совершен прорыв. Китайская армия стала технологичной. О том, как выглядела древняя китайская армия, современные археологи узнали в 70-е годы прошлого столетия, когда проводили раскопки возле горы Лишань. Ее высота более 70 метров. С первого взгляда может показаться, что это обычный холм. Но все местные жители знают, что это рукотворный курган, под которым находится загадочная гробница первого императора. Рядом ученые раскопали хранителей покоя правителя, его терракотовую армию, которая должна была защищать хозяина и в загробном мире. По одному из представлений, это, скорее всего, легенда, Тиншихуанди приказал умертвить свою всю гвардию, которая должна была сопровождать и в загробном царстве. Но поскольку никто не решился убивать всю гвардию, было решено изготовить вот эту терракотовую армию. Фигуры воинов являются настоящими произведениями искусства. Все они сделаны в натуральную величину. Причем ученые не обнаружили ни одного повторяющегося лица или выражения. Мужчины имеют индивидуальные черты и, скорее всего, лепились вручную с натуры. Воины изображены в полном боевом обмундировании. Их тела защищают кожаные доспехи, головы украшают прически, соответствующие рангу. Солдаты разделены по видам оружия. Фигуры держат копья, арбалеты или мечи. Вес каждой из статуй составляет примерно 135 килограммов. Современных археологов поражает материал, из которого сделаны воины. Это очень прочная керамика, покрытая специальной органической глазурью. Рядом с терракотовыми воинами археологи обнаружили и терракотовых лошадей. Некоторые из них запряжены в бронзовые колесницы. Эксперты уверены, что именно так и выглядела древняя армия Китая. Тысячи бесстрашных солдат, владеющих грозным оружием. Сто процентов можно говорить, что то, кого мы называем китайцами того времени, они так и выглядели. И армия была точно такая. И более того, армия является уникальным источником по изучению антропологии китайцев. Мы даже можем увидеть, насколько у них был рост волос на лице, сколько было молодых, сколько пожилых было в армии. Поэтому речь идет практически о фотографическом отображении. Еще одним оружием древних китайских солдат были восточные единоборства. И эти традиции поддерживаются до сих пор. О супервозможностях китайских мастеров восточных единоборств ходят легенды. Говорят, что они способны пробивать стены, наносить сотню ударов в секунду, стоять на одном пальце руки. А чудеса бесконтактного боя и вовсе противоречат законам физики и кажутся трюками талантливых фокусников. Давайте посмотрим. То, что вы сейчас видите, не монтаж, не постановка и не трюк иллюзиониста. Это реальные видеокадры, снятые в Китае в Шаолиньском монастыре. Колыбели всех существующих сегодня восточных единоборств. Одним крупным планом камера фиксирует в замедленном действии уникальную способность монаха-мастера единоборств. Поразительно. Но этот человек пробивает насквозь стекло, просто метнув в него швейную иглу. А вот это выглядит не менее удивительно. В Шаолине такой прием называют алмазный палец. Монах принимает стойку и начинает балансировать на одном пальце. Даже обладая невероятной силой и ловкостью, никто не может повторить подобного. Сустав, по всем законам физики, должен просто вывихнуться под массой тела. Такое невероятное искусство мастера Ушу объясняют способностью управлять собственной внутренней энергией. В Китае эту энергию называют ЦИ, а само искусство – ЦИГУН. Это один из немногих учителей Ушу, который в совершенстве владеет техниками ЦИГУН. Мастер Шэнь Чжи по прозвищу Принц Тай Цзы. Его боевой стиль Тай Цзы Цюань построен в основном на ЦИГУН. Сейчас на ваших глазах он ребром денежной купюры сломает две деревянные палочки для еды. Хотя это и кажется невозможным. Даже на замедленной съемке видно, скорость удара настолько высока, что камера просто не способна его отследить. Несомненно, одно. Мастер делает это именно ребром 500-рублевой купюры. Специалисты утверждают – это фокус. Шэнь Чжи делает это выставленным в последний момент пальцем. Однако на этих кадрах пальца мы так и не увидели. Мои односельчане очень любят этот трюк. Они ловят свинью, а я отрубаю ей купюрой хвост. Мастер признается – для такого приема необходимо всего лишь сконцентрировать всю свою внутреннюю энергию и как бы передать ее тому предмету, который ты используешь в качестве оружия. Кроме Шэнь Чжи во всем мире повторить подобное может всего лишь один человек. Китайский мастер Сюи Минтан. Минтан утверждает – он постиг цигун на таком уровне, что это искусство позволяет ему даже ходить по воде. Возможно ли это на самом деле или секреты водохождения и полетов над пропастью – всего лишь легенды средних веков? Мы спросили у ученика Шэнь Чжи Бориса Бойко. Это вот уже более высокий уровень. То есть человек может летать. И не так вот, как там йоги, приподниматься и потом аккуратненько опять есть. А то есть просто как птица летает свободно, как показывают в китайских фильмах. Там и хождение по воде и так далее, это все есть. То есть это надо побольше просто позаниматься. Ну, хождение – это очень уже много надо заниматься. А вот пробежаться по поверхности воды – это, в общем, тоже вполне реально. То есть нормальный любой человек, современный, может, прозанимавшись несколько лет, вот добиться такого. Борис Бойко постигал тайны цигун в Китае у мастера Шэнь Чжи. А тот, в свою очередь, учился у человека, который, как утверждают, способен летать. Он еще со своим учителем, так сказать, летал на место тренировки. Там большая река, и просто старичок его брал своего крупного ученика молодого на плечи. Они с ним через реку летели на холм, там занимались, потом он его в деревню обратно возвращал. То есть это звучит как просто сказки. Но это вот уже в наше время, так сказать, было, в 20 веке. То есть такие люди были и есть, просто они себя не афишируют. Тайны искусства монахов становиться легче пуха и переноситься по воздуху называется легкий цигун. Секрет легкого цигуна, как это не фантастично звучит, в изменении веса человека за счет специальной дыхательной гимнастики. С помощью нее, утверждает Бойко, можно правильно распределить энергию ци по телу. Если направить ее вверх, человек станет легче, если вниз, наоборот, тяжелее. Считается, что примерно на этих же законах основана и левитация индийских йогов. Самая знаменитая школа Ушу находится здесь, на горе Суньшань. На ее склоне расположен самый знаменитый в мире монастырь – Шаолинь. А в рукопашном бою местным монахам-воинам просто нет равных. На протяжении столетий они оттачивали свое мастерство и даже создали собственное направление в Ушу – Шаолиньское. Боец может драться с противником пятью разными стилями, такими как дракон, тигр, леопард, змея или журавль. Чтобы овладеть ими всеми, ученику необходимы годы тренировок, которые требуют больших усилий и терпения. Считается, когда послушник достигает цели, то его тело становится сильным, суставы крепкими, глаза зоркими, храбрость беспредельной. Он может отразить нападение врага даже одной рукой. Чтобы достичь совершенства, монахи тренируются каждый день. С пяти утра по расписанию двухчасовая медитация. Во время этих монотонных упражнений нельзя спать. Бодрствовать помогают старшие наставники. Если кто-то умудрился задремать, то его будят ударами палкой. После – гимнастические упражнения и лекции по буддизму. И только после этого – уроки по боевому искусству. На этих уроках монахи учатся задерживать дыхание, психологически воздействовать на противника, изучают болевые точки человеческого организма. Эти занятия очень жестоки, так как учеников не щадят, а бьют со всей силой. А вот эта техника называется жесткий цигун или железная рубашка. Повторять такое неподготовленным людям мы не советуем. Девушка упирает два копья с острыми железными наконечниками себе в шею. Прямо в еремную точку. Это самое слабое место, которое легко проткнуть даже карандашом. Тупые концы копий упираются в стену. На спину девушки кладут две бордюрные плиты из бетона и бьют по ним кувалдой. Одна, давливая. Два, бьем копья. Три. Снимайте. Плиты раскалываются, а копья сгибаются, не нанося девушке ни малейшего вреда. Остается только кровоподтек на шее. А этот молодой человек, также опираясь горлом на копье, толкает автомобиль весом в полторы тонны. А вот это настоящий сэндвич из людей, бетонных плит и досок, обитых длинными гвоздями. Ударами кувалды плиты разбиваются прямо на человеке, который лежит наверху этой конструкции. Человек, в грудь которого упираются гвозди, выдерживает нагрузку и удар. И как ни в чем не бывало, встает. На его груди нет ни малейших повреждений. А вот посмотрите, как с легкостью можно гнуть металлические мечи о собственный глаз и ломать деревянные палочки о горло. Именно с познания вот таких техник в Шаолине и начиналось обучение каждого монаха-бойца. И впоследствии именно эти умения позволяли бойцам становиться неуязвимыми для оружия противника. А техники ударов изучались уже после постижения искусства управления собственной энергией. В жестком цигуне существует немало шокирующих испытаний. Монахи-бойцы, применяя техники цигун, безо всякого для себя вреда разбивают каменные плиты о свою голову или принимают удары в пах. С точки зрения сопромата и медицины, что это совершенно невозможно. То есть это либо... Ну, в лучшем случае, если повезет, это тяжелейшее сотрясение мозга. А так, скорее всего, разрыв тканей, там, смерть и так далее. Типа, брызгакивается. Считается, что прошедшие настоящую шаолиньскую школу кунг-фу могли выиграть бой одной лишь энергии ци, не обладая никаким оружием. Ведь в их руках даже матерчатые монашеские тапочки могли стать смертельным оружием. Науке пока не удалось объяснить тайны поистине мистических приемов или, возможно, ловких трюков шаолиньских монахов. А на этих кадрах уже современная армия Поднебесной. По оценкам экспертов, еще 10 лет назад в военном деле Китай отставал во всех отношениях. Он проигрывал многим странам и по вооружению, и по подготовке солдат. Но власти КНР провели много успешных реформ. Сейчас в арсеналах армии Поднебесной десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и артиллерийских орудий. Только официально в вооруженных силах служат 2,5 миллиона человек. А в случае войны под винтовку могут встать еще 400 миллионов. Для сравнения, в вооруженных силах России служат примерно миллион человек. А все население нашей страны 140 миллионов. Когда вот просто арифметически начинают говорить о том, какая мощная армия Китая, я всегда думаю, а где победы? И когда эти победы были? Давайте вспомним войну с Вьетнамом, которая у них была достаточно широкомасштабная. А после этого больше и вспомнить нечего. То есть реального боевого опыта у высших и старших офицеров китайской армии в принципе нет. И побед, которые они могли бы записать в свой актив, тоже собственно нет. А это может быть решающим фактором, когда оцениваются боевые потенциалы. Вы видите уникальные кадры. На главной площади Пекина идет парад военной техники. Картинка по-настоящему впечатляет. Сотни танков, боевых машин, передвижных зенитных установок, десятки тысяч солдат. Это народно-освободительная армия Китая. Самая крупная в мире. И с каждым годом она только наращивает свой боевой потенциал. Даже во время финансово-экономического кризиса в 2008 году Поднебесная не сократила расходы на вооружение. Так к какой войне готовится Китай? А главное, с кем? Им некуда двигаться, кроме как в Россию и в Казахстан. Собственно, они учения проводят такие вот последние годы, что это никак нельзя интерпретировать, кроме как подготовку к агрессии против России и Казахстана. Уровень подготовки китайских солдат очень высокий. Попасть в армию в Поднебесной сложнее, чем поступить в самый престижный университет. Желающих много, а значит можно выбирать. Здоровье, общая физическая подготовка, умственные способности. Даже рост здесь имеет значение. Военнослужащие обеспечены самым современным оружием. Но главное, по мнению специалистов, китайская армия базируется на невероятной дисциплине. До сих пор подготовка армии базируется на той палочной дисциплине, которой, наверное, нет ни в одной стороне мира. И есть масса способов, которые отработали китайские офицеры, старшины, как, например, сделать выправку китайских солдат, например, для того, чтобы китайские солдаты правильно держали голову и не наклоняли ее ни влево, ни вправо, в ротничок вставляются булавки, и любое отклонение ни влево, ни вправо вызывает страшную боль. Но зато уже после этого солдаты держат голову как надо. И в этом плане это отличная дисциплинированная армия. Последние 10 лет Китай был крупнейшим покупателем российского оружия. И сейчас новейших отечественных самолетов, танков и зенитных установок в Поднебесной даже больше, чем в России. Но азиатские конструкторы пошли еще дальше. Они просто стали копировать иностранные образцы оружия. Например, российский истребитель Су-27 и система ПВО С-300 получили название в иероглифах и штамп сделано в Китае. В копировании военных технологий азиатского гиганта обвинили и американцы. Но дальше упреков дело не пошло. Сегодня китайцы уже не покупают, а производят современнейшее оружие для своей армии. Танки разнообразные тип 96, тип 99. Это в общем производная Т-72, но с большим заимствованием западных технологий. В первую очередь это Леопарда-2. То есть это танки абсолютно тоже на уровне лучших мировых образцов. Это всепогодный китайский истребитель Чэнду-Джей-10. Его максимальная скорость 2400 км в час. Своими ракетами он может сбивать цели и в воздухе, и на земле. Также в арсенале этого самолета управляемые и свободно падающие бомбы. Сотни этих крылатых машин готовы в любую минуту подняться в небо для атаки противника. Он создан на базе израильского ЛАВИ, который сам по себе был на базе Ф-16. Американцы просто увидели в нем конкурента и запретили израильтянам его развивать. Но те вот просто жалко им было терять деньги. Они продали этот проект Китаю. Ну и здесь китайцы совместили вот эту основу израильскую с российскими двигателями, локаторами и отчасти вооружением. Такая большая и подготовленная армия не может долго сидеть без дела. И некоторые эксперты полагают, что России нужно серьезно посмотреть на своего азиатского соседа. Ни для кого не секрет, что уже сейчас тысячи китайцев живут на Дальнем Востоке и считают эту землю своей. А перенаселенному Китаю как воздух необходимы новые земли и природные ресурсы, которых так много в России. На уровне Министерства обороны наконец-то заговорили о том, что эта угроза реально существует, потому что до этого была какая-то странная имитация стратегического партнерства. Хотя, безусловно, это самое главное, может быть, даже единственная реальная для нас угроза сейчас. Тем более, что для Китая агрессия – это не прихоть, а жизненная необходимость. Он просто не проживет в нынешних границах из-за его колоссальной перенаселенности. Это уникальные кадры с масштабных китайских военных учений под кодовым названием «Большой шаг», самых крупных за всю историю КНР. В маневрах принимали участие более 50 тысяч солдат и 6 тысяч единиц техники. Впервые в ходе таких показательных выступлений шла отработка совместных действий всех родов войск в условиях, максимально приближенных боевым. Также здесь проверялась и новая китайская навигационная спутниковая система «Бэйдоу» – аналог американской GPS. Поражает и география учений. Они охватили большую часть страны. Но самое главное – флот был отодвинут на второй план. Центральное место в маневрах играли танковые дивизии и пехота, которые совершили марш-бросок в общей сложности на 50 тысяч километров. Эксперты задаются вопросом. Какой сухопутной войне готовится Китай? И какого противника хочет уничтожить, используя самые современные технологии? Китайцы проводят широкомасштабные учения уже много лет. Причем количество войск и масштабы их действия все время увеличиваются. Ну, например, предыдущие стратегические учения подразумевали наступление на тысячу километров в глубину и привлекалось 25 тысяч военнослужащих. А на последних учениях уже было 50 тысяч, и они наступали на 2 тысячи в глубину. То есть, на самом деле, масштаб учений впечатляет. И самое главное, что они проводятся с наступательной тематикой и вдоль наших границ. А это кадры подготовки уже специальных подразделений китайской армии. О спецназе Поднебесной ходят настоящие легенды. Погнуть о голову железный пруд или разломать деревянную палку о спину – это самые простые приемы в их арсенале. Они легко карабкаются по отвесным поверхностям, без снаряжения. Могут пробить кирпичную кладку только кулаками. Владеют уникальными боевыми навыками. Эти бойцы по-настоящему истязают себя во время тренировок. Это видео снято во время сдачи одного из нормативов. Раздетые солдаты закаляют себя упражнениями на улице. Закопаться голым в снег и продержаться так час или больше – вот их задача. Это чтобы им было легче воевать в северных заснеженных странах. В последние годы эксперты все чаще задаются вопросом – действительно ли Китай готовится к нападению на соседей? На данном этапе Российская Федерация Китаю противопоставить не может ничего, кроме ядерного оружия. Нельзя не отметить еще один важный факт, что Страх-Китай – это страна, которая в максимальной степени, по сравнению с другими странами мира, готова к ядерной войне. Практически все города Китая оснащены мощными, разветвленными системами подземных противоатомных бункеров, в которых большая часть населения, американских и китайских мегаполисов, может выжить в случае ядерной атаки. Но специалистов пугает другое. Из семи военных округов Китая наиболее мощные находятся именно на границе с Россией. По первому же приказу 4 танковых, 6 механизированных дивизий, 6 танковых бригад сухопутных войск, 500 тысяч солдат китайской армии могут начать атаку на Дальний Восток и Сибирь. Вот эту всю ситуацию мониторить, буквально от А до Я. И каждый шаг, который направлен против наших интересов, он должен быть пресечен. А мы же иногда как бы так вот на самотек все пускаем, а потом вдруг выявляется, что то там животных всех повыбивали, медведей, например, или тигров, то там лес вырубали незаконно, повывозили, то еще что-то такое. Ну, а какие вопросы к китайцам? Вопрос должен быть к нам. Специалисты говорят, что и без военных конфликтов китайцы уже используют наши ресурсы. Посмотрите. Эта оперативная съемка была сделана в Иркутской области. В ходе спецоперации полицейским удалось прикрыть лесопилку, откуда нелегально отправлялись сотни эшелонов с древесиной в Китай. Международная преступная группировка действовала три года и только по приблизительным подсчетам заработала больше двух миллиардов рублей. Черным лесорубам из Поднебесной помогали российские чиновники, которые оформляли документы на пиломатериалы. После этого лес на законных основаниях покидал территорию области. Тысячи вагонов с лесом каждый день уходят из России на экспорт. И почти 40% отправляются в Китай. Китайцы, конечно, хотят за меньшие средства получить как можно больше. Их желание понятно. А то, что наши чиновники идут на поводу из-за каких-то подачек, в общем-то, свои национальные интересы топчут, вот в данном случае, я думаю, это вопрос и генеральной прокуратуры. А эти кадры сделаны в Хакасии и Красноярском крае. В сотнях теплиц китайские предприниматели выращивают огурцы и помидоры. На арендованной земле они успевают получить несколько урожаев в год. Правда, для этого граждане КНР используют запрещенные пестициды. В июле 2013 года выяснилось, что китайские рабочие фирмы «Луннов» при Амурье нанесли самый крупный в истории России ущерб сельскохозяйственным землям. В 158 миллионов рублей. Поля, на которых выращивали зерно и овощи, из-за огромного количества пестицидов превратились в труху. Были такие случаи, когда давались вполне хорошие земли, которые потом превращались, в общем-то, в неудобья, потому что они были испорчены всевозможными удобрениями. Сейчас ситуация другая. Они, наоборот, вот этим предприятиям готовы давать земли не очень-то и пригодны для сельского хозяйства, чтобы сами они эти земли привели в надлежащее состояние и потом использовали. То есть, вот, мне кажется, этот путь вполне нормальный. Главная проблема Китая сегодня – это его перенаселенность. Только официально в КНР проживает больше полутора миллиардов человек. И уже несколько десятилетий Поднебесная борется с избыточным перенаселением. Еще 30 лет назад Компартия приняла новую программу по планированию семьи. В данном законе прописано, что у одной городской семейной пары должен быть один ребенок, а в деревне можно родить и двоих, но не больше. Из-за нарушения предусмотрено наказание. За соблюдением всех норм и правил следит так называемый «комитет порождаемости». Жесткие были административные меры. Например, если студент начинал встречаться с девочкой, даже не женились, просто встречались, это уже было скандал, и его, как правило, из вуза выгоняли. Причем со скандалом. И была задача отложить, соответственно, вступление в брак. И в местных ЗАГСах они регистрировали, если официально уже 20-22 года можно было выходить замуж, жениться, то на местах могли регистрировать брак и в 25, и в 26, и в 28, то есть как уже местные власти решат. По данным западных специалистов, насильственные аборты и стерилизации разрешены законодательством в большинстве регионов Китая. Более того, они обязательны во многих областях, если женщина не замужем или не имеет разрешения на роды. Также предусмотрено прерывание так называемой внеплановой беременности. Это действительно было распространено, хотя это очень так старались скрывать, поскольку понимали, что это нарушение прав человека и так далее. Но сейчас об этом становится все больше известно, что действительно это было, стерилизация, принудительные аборты, все это имело место. В других районах с так называемыми внеплановыми детьми борются с помощью штрафов. Жесткие меры по контролю над рождаемостью привели к другой проблеме. В стране увеличилось количество мужчин. Сейчас их примерно в два раза больше, чем женщин. В ситуации, когда семье разрешено иметь лишь одного ребенка, часто родители предпочитают растить сыновей. Это и продолжение рода, фамилии и уверенность в будущем, что ребенок сможет зарабатывать и прокормить мать с отцом в старости. В Китае сельским жителям пенсия не предусмотрена. В последние годы эксперты начинают по-настоящему беспокоиться, ведь сотни миллионов здоровых и молодых мужчин останутся без семей. А может быть и без работы. Это может стать настоящей проблемой для правительства. Специалисты уверены, что один из выходов – это отправить мужчин на войну. Еще одна проблема, связанная с большим количеством свободных мужчин – это нехватка женщин. Миллионы китайцев, даже если захотят, просто физически не смогут найти себе спутницу, потому что их просто не хватает. По данным специалистов, правительство Поднебесной поощряет своих граждан искать себе супругу за рубежом. Озвучивается даже конкретная сумма. За каждого рожденного ребенка от иностранки, и если этот малыш не будет претендовать на китайское гражданство, Компартия гарантирует единовременную премию отцу в 5000 долларов. За ребенка, рожденного за пределами Китая, допустим, на нашей территории, китайцы могут получить 5000 долларов при одном условии, если он не вернет этого ребенка обратно туда, в Китай, потому что он останется жить здесь. То есть, в принципе, вполне целенаправленная такая политика. По данным экспертов, некоторые китайцы прекрасно привыкают к российской действительности и быстро адаптируются за пределами Родины с новыми семьями. Но большинство выходцев из Поднебесной комфортнее чувствуют себя среди своих соотечественников. Это Манхэттен. Сердце самого большого города Соединенных Штатов. Этот остров является центром мировой экономики и культуры, олицетворяя собой современную Америку. Но удивительно, что среди небоскребов и роскошных парков затерялся район, который местные жители называют Чайна-тауном. Здесь живут выходцы из Китая. Огромный квартал посередине западного мегаполиса, где люди не знают английского языка и даже не стараются его учить, а детей не отправляют в американские школы, стал привычным делом. В Нью-Йорке помимо этого существует еще несколько подобных Чайна-таунов. В них живет 665 тысяч китайцев, многие из которых иммигранты. Если мы возьмем Соединенные Штаты, даже Японию мы возьмем, во Франции, то есть там есть районы, где все надписи на китайском, китайские рестораны, встретишь на улице в основном китайцев, такое впечатление, что попадаешь в Китай, в мини-Китай, такой в России, конечно, такого пока нет, есть только отдельные очаги такие внутри городов. Но все возможно, если масса будет больше. По мнению специалистов, такие же китайские кварталы могут появиться и в российских городах. Правда, для нашей страны это не будет чем-то совсем новым. В начале 20 века в крупных дальневосточных городах по указу императора Николая II появились первые Чайна-тауны. Самый знаменитый из них – Владивостокская миллионка. Уже в 1910 году в квартале проживало больше 50 тысяч китайцев, 80% из которых не имели постоянного жилья. Историки отмечают, что это был настоящий город в городе. Обитатели миллионки годами могли не выходить на русские улицы. Все самое необходимое для жизни было под боком. Здесь процветали проституция и горные опиумные курительные дома. А в полицейских отчетах того времени миллионка упоминается как самый криминальный район Владивостока. Это был китайский квартал с китайскими правилами и китайской мафией. Безусловно, вообще в Владивостоке были даже такие рассказы «пропал на миллионке». Это значит, что человек ушел и не вернулся. Потому что, с одной стороны, миллионка – это срез Китая. Это значит, что там можно было прекрасно повеселиться. Там были прекрасные девушки. Было казино неофициальное, неформальное. Можно было купить наркотики, в основном опиум. Можно было просто хорошо отдохнуть. Но при этом человек мог оттуда не вернуться. И в этом плане газеты начала века пестрели просто сообщением, что человек ушел на миллионку и пропал. Китайская мафия – триада. Она считается самой древней и многочисленной в мире. Ее история начинается 2500 лет назад, когда пираты и работорговцы Поднебесной объединились в организацию «Тень лотоса». Название триада возникло лишь в 17 веке. По легенде, трое монахов вернулись из путешествия в родной Шаолиньский монастырь и нашли его разоренным. В этот момент они решили отомстить нападавшим и организовали союз Земли, Человека и Неба, куда позже влилась и «Тень лотоса». В триадах по-прежнему чтят древние ритуалы. Например, во время посвящения братья по банде выпивают коктейль, в котором смешаны капли крови товарищей с кровью курицы. Практикуются и татуировки, согласно иерархии, головы драконов на предплечьях. За предательство и отступничество виновника ждет тяжелая и небыстрая смерть, причем часто вместе с семьей и уничтожением жилища. Как только человек начинает работать в рамках вот этих, так называемых, триад, вся его семья, весь его клан становится заложниками. И часть из этого клана может находиться на территории Китая, часть может находиться, например, на территории США или на территории Великобритании. Поэтому клан всегда находится в заложниках. С одной стороны, мафия, конечно же, обеспечивает достойное существование этих людей, но с другой стороны, выйти оттуда невозможно. По сведениям экспертов, на сегодняшний день в одном только Гонконге базируется более 150 тысяч боевиков-триад. А на территории Китая их численность приближается к полутора миллионам. Весь черный рынок страны находится под их контролем. Вымогательство, торговля всеми видами легального и нелегального товара, нелегальная миграция, проституция, игорный бизнес, крышевание. По данным американских наркополицейских, китайцы заняли лидирующие позиции в сфере поставки героина в Соединенные Штаты и Европу. Если для западных полицейских триады уже стали обычным явлением, то для их российских коллег китайская мафия еще экзотика. Хотя и не для всех. Приморские блюстители правопорядка не понаслышке знают об азиатских преступных группировках. В юридическом институте Дальневосточного федерального университета даже изучают предмет триада. По данным исследователей, в России китайская мафия контролирует добычу и переработку леса, также контрабанду товаров. Некоторое время назад в этот перечень входили и синтетические наркотики. Эксперты отмечают, что только за один день контрабандисты на Дальнем Востоке зарабатывают до 4 миллионов долларов. Но чаще всего преступления Дриад происходят в среде их же соотечественников. Причем рэкет, угрозы, даже убийства не попадают в российскую статистику. Просто нет заявителей. Все остается внутри диаспоры. Кто-то временно сюда приехал, кто-то действительно хочет работать, кто-то хочет, может быть, воровать и, допустим, угнетать своих же соплеменников, соплеменников, что часто бывает. Потому что, к сожалению, вот эти чайнотауны небольшие как раз попадают под влияние преступных группировок. Потому что нашей полиции действовать очень сложно. Вот этот языковый барьер для нас проблема. Но сейчас все-таки китайцев на Дальнем Востоке не боятся, к ним привыкают. Это Благовещенск, административный центр Амурской области, пятый по численности на Дальнем Востоке с населением в 200 тысяч человек. Расстояние до Москвы почти 8 тысяч километров, а до ближайшего города всего лишь 800 метров. Через реку Амур с его набережной хорошо видны очертания зданий китайского Хейхэ. Для КНР это провинциальный городок, только официально в округе живет миллион семьсот тысяч граждан. Но по российским меркам настоящий мегаполис. За последние десятилетия здесь выросли небоскребы, огромные супермаркеты, бесконечные дорожные развязки, а набережная стала настоящей визитной карточкой. Жители Благовещенска каждый вечер видят, как по ту сторону реки стеклянные фасады зданий загораются миллионами ярких огней. И почти каждый местный житель смотрит на свой родной город с китайской набережной. Ведь попасть в азиатскую мечту проще простого. Каждый день из порта отправляются паромы и катера. Кстати, и виза не нужна. С 2004 года Хэй-Хэ является зоной свободной российско-китайской торговли. И чтобы попасть в Поднебесную нужен лишь паспорт. Некоторые благовещенцы даже ужинать в ресторане предпочитают в Китае. Благовещенск это город, который живет, конечно, в состоянии абсолютно проницаемой границы с Китаем. Учитывая, что жители Благовещенска, чтобы проехать в Китай, затрачивают 15 минут на весь переезд, то ощущение границы просто стирается, поскольку он выходит на Китайский берег, видит надписи на русском языке, видит гостиницы на русском языке, где все обслуживание происходит. Поэтому, естественно, в какой-то момент пропадает ощущение своей и чужой территории. 17 миллионов китайцев сегодня живут в США. Они уже добились себе таких же прав, как и афроамериканцы, стали частью культуры страны. Ни один сериал или большой фильм не обходится без китайского актера. Гуччи, Дольче и Габбана, Шанель, Армани, Кристиан Диор и другие крупнейшие дизайнерские компании с удовольствием снимают в рекламе китайских моделей, потому что знают, что азиатские лица будут востребованы у публики. Впервые в истории китайская девушка попала в пятерку самых высокооплачиваемых моделей мира. Мало того, китайцы рвутся во власть. В Канаде губернатором стал выходец из Поднебесной. Эксперты уверены, такими темпами скоро китайцы будут у руководящих постов самых передовых экономик. А после этого, даже без войны, будут править всем миром. Остается добавить, что Китай, конечно, за последние десятилетия сделал грандиозный рывок вперед. Но дальше на пути к благоденствию стоит Америка и обладатель огромного количества пустующих территорий Россия. Большая армия и небольшая победоносная война наверное, хороший способ решить все проблемы. Однако, против такой версии есть одно очень важное обстоятельство. Китайцы любят работать и слишком умны, чтобы воевать. На этом наш вечер завершен. Но прежде чем попрощаться, напомню, что наиболее интересные факты из нашей программы и документальных расследований РНТВ вы сможете найти в еженедельнике «Труд 7» в нашей совместной рубрике. В студии РНТВ был Игорь Прокопенко. До встречи в следующий понедельник, но не в 8 часов вечера, как мы с вами привыкли, а в полдевятого. Теперь программа «Военная тайна» выходит на полчаса позже. Заходите на нашу страничку в сети Facebook, смотрите понравившиеся эпизоды прошедших выпусков и анонсы следующих передач. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова